Происходит в этот момент и для чего они пришли. Церковь, она на земле существует для спасения души человеческой. И её Господь основал для того, чтобы каждый человек через церковь, через участие в духовной жизни, становился ему подобным. Становился очень похожим на Христа. Через благодать Духа Святаго, который в церкви действует. Человек стихийно во что-то верует, потому что душа человека, она ищет Бога. Вот по слову Блаженного Августина, а простите, Тертулиана, человеческая душа христианка по своей природе. И всякий человек, он по природе своей христианин, он рождается таковым. И поэтому душа его, она ищет подобного себе, ищет Христа. И стремление человека войти в храм, оно есть у каждого. По крайней мере, прийти и посмотреть, а что же там происходит, что же там творится. И вот этот первый приход в храм часто для человека бывает очень важным. Иногда человек обращается ко Христу, иногда вдруг неожиданно отвращается от церкви. Потому что часто не встречает там и не видит там того, что, в общем, желало бы увидеть его душа. Ну давайте перейдем тогда к конкретным вопросам. Что же мешает сегодня прийти в храм, ну, например, молодому человеку? Ну, иногда ведь даже тяжело физически отстоять службу. Не все сейчас здоровые, скажем так, прихожане в этом. У кого-то спина болит, у кого-то что-то, кому-то не хватает свежего воздуха, хочется присесть, хочется выйти из храма. Вот на первом этапе, что бы Вы посоветовали таким людям, которых пугает вот просто сложность физическая отстоять службу? Когда человек приходит в храм для того, чтобы войти в церковь, я еще раз хочу вот эти два понятия немножечко разъединить. Храм, как некое земное устроение культа, скажем так, которое существует во всех религиях, и церковь, которая может быть только в христианстве. Вот я сейчас немножечко об этом расскажу. Храм и церковь – это не совсем совпадающие понятия. Вот, скажем, есть мусульманские храмы, есть храмы буддистские, всевозможные индуистские ашрамы и храмы есть, но церкви нет буддистской, понимаете, церкви нет мусульманской. Церковь может быть только христианской, потому что церковь, экклесия, собрание по-гречески, это действительно собрание людей воедино, когда приходят верующие люди во Христа и становятся с ним единым существом, понимаете. Вот, когда человек приходит в храм с тем, чтобы войти в церковь, тогда для него проблема стояния в храме или сидения, она как-то отодвигается на другое место, потому что человек настолько много может получить при таком вхождении в храм, настолько может так вот внутренне ожить и преобразиться, что он готов потерпеть. Вот, поэтому с удивлением смотришь на очень многих бабушек, которые по 4-5 часов выставят монастырские службы, понимаете. Вот, когда молодой человек, крепкий, сильный, вот накачанный, как говорится, он не может простоять и 20 минут, ему становится плохо, потому что он вошел в такую духовную атмосферу, которой как-то внутренне он должен, ну, хоть немножечко соответствовать. В храме главный это Христос, вот, в храме Дух Божий. И когда человек приходит для того, чтобы со Христом соединиться, а одновременно, вы знаете, стать близким и родным всем, кто в этом храме присутствует, тогда жизнь его, она по-другому просто вот человека разворачивает вот в сторону иконостаса, понимаете. Вот, но это тоже не очень просто, потому что следующей проблемой является то, что мы привыкли все время все себе получать и очень не хотим ничего отдавать. В духовном смысле это так же происходит. Человек приходит в храм, даже когда он чувствует себя, может быть, человеком церковным, приходит и он хочет причаститься к святых христовых тайн. Об этом, я думаю, может быть, немножечко отдельно надо будет поговорить, потому что это одно из величайших, самых главных таинств нашей церкви, которые и делает церковь церковью прежде всего. Человек приходит исповедоваться, человек приходит что-то такое сделать, но не включает в свою жизнь никого другого. Он пришел вот получить от Бога хорошее, но для себя. И поэтому тот, кто стоит для него рядом, ему совершенно не интересен. Тот, кто пришел молиться вместе с ним, ему может мешать. Его может раздражать. Человек не хочет включить второго христианина в свою жизнь. И тогда так же тяжелый бы приход в храм, и так же он далек, может быть, бывает от храма, как человек, который еще в храм не пришел, но может прийти в любой момент. Внешне, как бы, человек в церкви находится. Но то, что призывает сделать Христос, то, что призывает сделать церковь, то есть открыть себя для других. Там, где двое или трое собраны во имя Моё, говорит Христос, там, и Я посреди них. Но когда двое или трое собраны каждый сам по себе, они не являются теми двумя или тремя, о которых говорит Христос, как о церкви. Эти двое или трое, когда они едины, когда они совершенно друг для друга открыты, когда они готовы стать для всех всем, как апостол Павел говорит о себе по отношению к новым христианам, которых он привлекал ко Христу, тем, что он становился для каждого всем. И вот это для нас, может быть, для современной церкви является, может быть, одной из самых колоссальных проблем, которые препятствуют очень многим войти в церковь по-настоящему. Выйдя на улицы Москвы, я решила поинтересоваться, почему все-таки большинство людей из тех, кто считает себя верующими, в храм ходят весьма редко. Не имеет, на самом деле, большого значения, как бы, мое мнение, ходят люди в храм, не ходят люди в храм, поскольку, как бы, судить будут храм по поступкам, вот, и человек может общаться с Богом не только в храме. Для того, чтобы сходить на сихотеку, не нужно какие-то усилия, а для того, чтобы сходить в храм или в церковь, нужны какие-то усилия, и, в первую очередь, духовные. А к этому большинство из людей, в том числе из молодежи, просто не готовы, в силу того, что нет какого-то образования. Почему вы считаете, что они не ходят? Мне кажется, ходят. Вы знаете, в последнее время молодежь как раз в основном в храмы ходит, и даже в большинстве случаев встречаются молодые совсем родители с грудными детьми. В том потоке информации, который сейчас нахлыло на нас, в общем, особенно тяжело разобраться с молодежи. Вот, и если люди будут задумываться вообще, ради чего и для чего все это происходит, то я думаю, что гораздо чаще можно будет встретить молодежи и вообще людей у нас в церквах. Хорошо. Вот еще одна проблема, которая, безусловно, присутствует на первых порах прихода в храм. Это непонимание пришедшего того, что происходит. Люди не знают, конечно, церковно-славянского языка, не понимают, о чем поют, не понимают, о чем говорит батюшка. Как можно преодолеть эту проблему? Ну, эта проблема преодолевается постепенно. Понятно, что человек, приходящий в некое новое сообщество, будет не все понимать вокруг себя. Человек должен смиренно учиться тому, что в церкви происходит. Конечно, для нас сейчас большая проблема стоит в том, что огромное количество наших соотечественников крещены, но не выцерковлены. И многие люди, которые являются православными христианами по своему крещению, не являются таковыми по своей жизни. И если бы, конечно, во всех храмах была определенная подготовка, скажем, взрослых людей для принятия крещения, то тогда, мне кажется, в течение подготовки, так называемой катхизации, эти проблемы могли быть разрешены, и человек бы учился, еще не вступая в церковь, тому, что в церкви происходит. Это было бы совершенно нормально. Люди, впервые присутствующие на богослужении, порой ощущают неловкость. Ведь существует множество правил поведения в храме, которые верующие должны знать. Перед тем, как зайти туда, женщины покрывают голову, а мужчины, наоборот, снимают головной убор. Приходить нужно до начала богослужения, чтобы успеть поставить свечи, не мешая молящимся. Войдя в двери, следует перекреститься и совершить поклоны. Затем, при желании, вы можете купить свечи и написать поминальные записки. Оформлять записки нужно так. Сверху листка нарисовать православный крестик. Затем написать не за здравие и за упокой, как делают многие, а о здравии и о упокоении. И далее имена ваших родственников и друзей. Некрещенные и самоубийцы при этом не упоминаются. Также можно заказать молебен о здравии, которое совершается после окончания службы. Или сорока уст, поминовение в течение 40 дней. По жертвам не опускаются специально установленные для этого ящички. На подсвечник в центре храма ставят свечи к иконе отмечаемого праздника. А свечи за усопших на канун, квадратный стол с распятием, перед которым совершаются панихиды. Молиться можно перед всеми иконами. А если в храме нет образа вашего святого, зажгите свечку у иконы всех святых. Перед тем, как поставить свечу, нужно перекреститься и поклониться, а затем приложиться к образу. Креститься принято также во время словословия Святой Троицы Иисусу, на возглашение Господи помилуй, в начале и конце молитв. Есть также во время богослужения моменты, при которых нужно склонять голову и даже преклонять колени. Новичкам на первых порах лучше следить за тем, что делают опытные прихожане. Уходить из храма до конца службы без уважительной причины грешно. В конце ее верующие прикладываются к кресту, который выносит священник. Перед выходом также принято перекреститься и поклониться. Конечно, навязывать эти правила в храме не будет никто, но если вы решили их изучить, для этого существует специальная литература, которая продается в церковных книжных лавках. Также можно приобрести описание, разъяснение богослужений и молитвенное правило для тех, кто делает первые шаги в вере. У нас в зале присутствуют журналисты, и я хотел бы дать возможность им задать вопрос. Вы говорите о том, что человек должен пересилить себя, ну и претерпеть некие неудобства ради высшей цели. Он немножко идет вразрез с тем, что происходит, например, у тех же католиков. То есть там уже достаточно того, что человек пришел, уже хорошо. Скажите, вам этого недостаточно? Вы считаете, что уже должна быть проделана очень серьезная внутренняя работа для того, чтобы человек был готов воспринять то, что он увидит и услышит в храме? Или все-таки вопрос о стульях, он не так принципиален? И если бы Христос наслышал, он бы сказал, пускай сидят, поставьте скамьи. Если как бы речь идет о спасении души, то скамья это не дьявольское изобретение, можно поставить. Да, понятно. Но я всегда очень опасаюсь, когда кто-то пытается от Христа что-то говорить. Лучше... Это простой вопрос, не надо как-то так его возвышать до... Речь идет о спасении души, я подчеркиваю. Понятно, да. Но я не думаю, что спасение души зависит от скамейки. Хотя ничего криминального в том, что в церкви будут стоять скамьи или стулья, как во многих храмах это стоит, не происходит. Дело в том, что на самом деле это только в русских православных храмах, только в русских православных храмах нет скамеек. Во всем православном мире, скажем, в греческом мире православном, в Румынии, в Болгарии, храмы устроены таким образом, что в них есть так называемые стасидии. Вот. Это скамейки с опускающимися, поднимающимися сидениями и с высокими подлокотниками, на которые в какой-то момент можно встать и опереться, а когда-то можно сесть. Дело в том, что в православном богослужении достаточно много моментов, в течение которых человек может сидеть. Вот. Они уставные, эти моменты. Когда-то необходимо стоять, когда-то можно сидеть. Почему же мы решили так выделиться? Дело в том, что архитектурно наши храмы таким образом устроены, в отличие от греческих, которые вот трехнефные или нефные длинные базилики, что внутреннее пространство храма, оно совершенно разрушается. Вот. Это эстетически. Вот. И поэтому тут изначально, наверное, вот момент сидения или не сидения в храме, был вот просто потому, что храмы русские, они по-другому устрояются. Их внутренняя архитектура не такова, чтобы она была заполнена чем-то другим. В этом нет ничего плохого. И вполне возможно устроить, тем более во вновь открытом приходе, когда священник сам устрояет свой храм, ремонтирует его, видит своих прихожан, устроить возможность для того, чтобы кто-то сидел. Нет в этом проблем. Пожалуйста. Сергей Соседов. Я думаю, что люди реже стали ходить в церковь, еще и по другой причине. От того, что стали меньше доверять священникам и церкви как институту. Дело в том, что церковь в России только формально была отделена от государства. На деле же она всегда поддерживала ту власть, которая в данный момент существовала в стране. Так, во время застоя, церковь работала на КГБ и на власть КПСС, выдавая свою паству и прихожан. Потом их прорабатывали на партсобраниях, в трудовых коллективах и так далее. Это ни для кого не секрет. Сегодня церковь еще более открыто смыкается с властью. Не кажется ли вам, что во многом по этой причине мы наблюдаем сегодня спад посещаемости церкви? Дело в том, что я с вами не согласен в том, что люди стали меньше ходить в церковь. Дело в том, что за последнее время открыто огромное количество храмов. И все эти храмы, они вот все-таки наполнены прихожанами. Может быть, не все битком набиты, но тем не менее во всех храмах есть приходы. И это говорит только о том, что в церковь стали люди ходить больше, а не меньше. Что касается того, что причиной отхода людей от церкви является соглашательство церкви с властью, которая живет не интересами народа, не интересами своей родины, а предает ее всегда, в том числе и коммунистическая власть. Вы знаете, то, что вы сказали сейчас, это не соответствует действительности так, как вы об этом сказали. Да, действительно, к сожалению, был период, когда церковь была заложницей власти. Заложницей. Не надо говорить о том, что церковь была такой, знаете, усердной партнершей. Заложницей власти, да, я согласен. Она была заложницей власти, да. И поэтому церковь, находясь под огромным давлением, была вынуждена. А вот это, конечно, не в качестве оправдания, а в качестве просто реальности. Вынуждена в каких-то случаях, когда надо было говорить молчать, когда лучше было промолчать, ну, о чем-то таком посвидетельствовать, типа борьбы за мир и так далее. Но о том, что церковь, как вот, грубо говоря, сдавала своих прихожан в КГБ, знаете, это ложь. Вот сегодня, сегодня, можно сказать о том, что церковь уже полностью свободна, независима от государства, и не является заложницей его? Как институт? Да, как институт, да. До конца такого быть не может, в принципе. Понимаете? Ни при какой власти. До конца такого внешне быть не может, чтобы церковь, находясь в государстве, была совершенно свободна от какого-либо государства. Это, можно сказать, о любом совершенно религиозном институте в любой точке земного шара. Такого быть не может. Потому что, если есть религии большинства, и если есть церковь как институт религии большинства, то, соответственно, государство так или иначе будет стараться использовать вот этот институт в своих интересах. И будет использовать этот институт путем всевозможного шантажа. Пожалуйста, следующий вопрос. Существует ведь масса людей, которые, скажем, приходят в храм раз от разу. Ну, то есть, скажем, они раз в месяц приходят там поставить свечку, раз в год они причащаются. И вообще, вот понятие воцерковлённости. Кто может себя считать воцерковлённым человеком, а кто нет? Я уже говорил о том, что необходимо побольше сказать о том, что такое причащение с Христовым. Церковь – тело Христово, так сказал апостол Павел. И причастие как таинству состоит в том, что христианин, православный верующий человек, участвуя в божественной литургии, в службе, которая называется ещё и у нас «Обедня», он принимает, причащается, приобщается вот тело и крови Христовым. Под видом хлеба и вина человек принимает истинное тело Христово и истинную Христову кровь. Сама литургия, сама служба, она как раз и состоит в том, что молитва всех верующих, собранных в храме под председательством священника, молит Бога о том, чтобы их собрание людей, собранных воедино, было угодным Богу, и чтобы Господь послал Духа Святаго на принесённое хлеб и вино. И вот литургия, она осуществляется тем, что Господь посылает Святаго Духа на хлеб и вино, и хлеб и вино становятся непреложным и истинным телом и кровью Христовыми. И этого тела и этой крови причащаются все находящиеся в храме, которые пришли для того, чтобы причаститься. В древней церкви все приходящие в храм на литургию, они приходили только за тем, чтобы причащаться, с тем, чтобы составить единое литургическое собрание. И поэтому они, когда принимали тело Христово и принимали кровь Христово, то все до единого, во каждом из них текла уже не только их человеческая кровь, но и кровь Христово. Не только они были по человечеству такими телесными созданиями, но и тело Христово, оно объединяло каждого из них. И поэтому они друг друга спокойно называли братья и сестры. Потому что они были не только по человечеству братья и сестры, но вот это таинство причащения сделало их совершенно едиными во Христе. Сделало их единым телом Христовым. Потому что хлеб вот этот вот, это тело Христово. И тогда они стали церковью, телом Христовым. И тогда они стали во Христе совершенно едиными, абсолютно духовно соединенными, потому что взяли Христову жизнь в себя, отдав свою жизнь Христу. А Христос взял на себя жизнь этих людей. Вот так соединилась небо и земля. Таким образом, небесная церковь и земная стали едиными вот в этом удивительном соединении литургии. И вот когда человек приходит в храм с жаждой причастия святых христовых тайн, с желанием жить со Христом и быть вот в этой церкви единым со своими близкими, тогда он становится прихожанином. Понимаете? Тогда вот они все составляют единый приход. Тогда эти люди действительно собираются для того, чтобы быть едиными во Христе, и тогда их жизнь во Христе становится такой, что уже просто собираться в храм для молитвы им становится мало. И тогда их жизнь становится активной и вне храма, вне стен храма. Тогда они стараются что-то делать для других, потому что они вот этим духом напоены, это и любовью Христовой. И она подвигает их для того, чтобы они что-то делали для тех, кто еще в храм не пришел, или для тех, кто не может прийти в храм, или для несчастных, обиженных и так далее. Это, как бы сказать, такой идеал жизни церкви. В полноте о прихожане можно сказать, что церковным или воцерковленным человеком становится тот, кто жаждет причащаться святых христовых тайн. Как сказать, очень такое распространенное интеллигентское ощущение и мнение, что, вот, как сказать, можно в Бога верить, а вот в храм ходить не надо. Ну, не то, что не надо, но не обязательно. Это уж кто как-то для себя решит. И что самое главное, вот, что вот он у меня есть в душе. И так далее, и так далее, и так далее. Это такие какие-то умозрительные заключения, которые, на самом деле, разбиваются в пух и прах тогда, когда ты начинаешь ходить туда. Потому что самое удивительное, что в вопросах веры ничего нельзя объяснить логически. Трудно сказать, зачем надо ходить. Только когда ты начинаешь ходить, ты начинаешь это понимать. И понимать, что без того, что ты ходишь в храм и слушаешь там еженедельно, исповедуешься, причащаешься, без вот такого подробного, что ли, отношения к себе и к своей духовной жизни, и к своей душе, в общем, назвать себя полноценным верующим человеком, да, невозможно. Не секрет, что многие сейчас ходят в храм для галочки. То есть, ну, как раньше ходили на демонстрации, теперь ходят на крестный ход. Как Вы думаете, лучше бы люди не ходили в храм вообще, чем делать это так, неосознанно, формально? Или всё-таки пусть ходят хотя бы так, хоть что-то, может, увидят, поймут? Вот. Мне всегда трудно на такие вопросы отвечать. Я не очень понимаю, что значит для галочки. Кто эту галочку ставит и где эту галочку показывают. Вот. Кому эта галочка нужна? Когда человек приходил на партсобрание для галочки, понятно было, для чего нужна была эта галочка. Вот. Но я не знаю таких людей, которые приходят для галочки. Может быть, приходят по каким-то другим причинам, скажем. Есть крестные ходы, скажем, вот в поддержку народа Сербии. И тогда, наверное, эти крестные ходы приходят не только православные люди, но и те люди, которым проблема, скажем, православных сербов, или вообще вот той ситуации, которая сложилась в Сербии, ну, жизненно как-то вот важна. Когда люди приходят на Пасху, на крестный ход посмотреть, ну, очень хорошо, что они приходят на Пасху, посмотрят на крестный ход, потому что это свидетельство нашей веры. И если человек увидел радость в лице христиан в этот момент, ему захотелось быть вместе с ними, то это очень хорошо. Я рад такому приходу. Пожалуйста, еще вопрос. А как часто нужно ходить в храм, чтобы считалось, что ты ходишь в храм? Понятно. Потому что в разных храмах расписание богослужений, либо каждый день, либо через день, либо раз в неделю. Как нужно ходить в храм, чтобы ходить в храм? Шесть дней работай, а седьмой Господу Богу Твоему. Вот это четвертая заповедь, которую нам Господь оставил. Шесть дней работай, а седьмой Господу Богу Твоему посвящай. Вот если христианин ходит в храм по воскресным дням, это, ну, считается нормой духовной жизни. Это нормально. Что бы Вы посоветовали человеку, который ищет путь к храму? Я думаю, что такому человеку можно посоветовать только одно. Очень довериться Богу. Знаете, довериться Богу. Знать очень важные слова, которые сказал святитель Киприан Карфагенский. Он сказал, что кому церковь не мать, тому Бог не отец. И вот довериться Богу, довериться Его воле, Его любви. Потому что само Евангелие говорит, что Господь создает свою церковь. Вот, создам церковь мою, и врата адова не одолеют ее. И раз церковь Богом создана, не человеком, устроена самим Христом, то она устроена для каждого из нас. И вот эти слова надо услышать, и очень Богу довериться. И пойти в храм. Вот, просто прийти в храм. И с доверием Богу начать в этот храм ходить. Спасибо Вам за внимание. До свидания. До встречи в следующее воскресенье. Субтитры создавал DimaTorzok